Здарова, я Павел, давай расскажу тебе еще про один объект, на котором недавно был и который мне оказался крайне подозрительным, ну или по крайней мере нежелательным. Итак, позвонил мне человек, не представился, сказал адрес, адрес находится немножечко на отшибе, но это не вызвало у меня никаких подозрений, потому что ориентировкой была бензоколонка, то есть заправка. Я подъехал к заправке, мне позвонил этот человек, и после чего он сказал, что я вас не вижу, я посмотрел поотдаль, и буквально левее от меня там был городок мигрантов, и это уже навело меня на некоторые мысли. Я принципиально не ремонтирую трудовые городки, и собственно не берусь за них, и к ним не имею никакого отношения. Я прихожу в вагончике, который явно был переделан, который в не очень хорошем состоянии, находилось трое мужчин, которые были очень плохо одеты. Вопрос первое, это все находилось за пределами города А, Б, там повсюду грязно, территория стройки не освещена. Мы общались по первой части в вагончике, который был совершенно никак не оборудован, после чего говорят, давай съездим на объект и все посмотрим. Я говорю, съездим на объект, они говорят, да, тут просто очень грязно, дороги нет, мы как бы строимся. И я увидел, что на стоянке стоит несколько машин, и машины, знаете, а-ля там девятка, девяносто девятая, там четырка. И вот на такой сильно убитой машине везут по неосвещенной территории, подвозят к месту, а я уже был там где-то часов восемь, наверное. То есть это уже очень поздно. Наверху работали люди, работали с фонариками во лбу. У этих людей не было касок, нормальной одежды, страховки и так далее. После чего я зашел вовнутрь помещения и, конечно же, удивился. Света нет, даже временного. Отопления нет, вообще никакого обогревия. Полностью и целиком течет по всем стенам, по потолку. Пол вообще затоплен примерно на несколько сантиметров. Я прям почувствовал ногами, что это проблема. Все сделано из рук вон плохо, начиная от сварки, заканчивая применяемыми материалами. И соляционный материал весь абсолютно, как же это сказать, растрепано, наверное, разброшено. Щит. Щит очень часто говорит о многом. Качество сборки щита и защита, которая должна там применяться, говорит практически все о людях, которые экономят, не экономят, хотят, не хотят, тратят деньги или нет. В этом щите не будет счетчика. В этом щите не будет ни УЗО, ни дивавтоматов. В этом щите будут только обычные классические автоматы. Автоматические выключатели однополюсные. Настолько люди удешевляли процесс, что хотели не отдельно каждое помещение запитывать отдельной кабельной линией, правильно? Они хотят три помещения на один автомат. Потолок, который постоянно течет и тому подобное, будет всегда заливать коробки. Давайте хотя бы по-быстренькому проанализируем. Во-первых, площадки не освещены, не отсыпаны, никак не сделаны для удобства А. Проезда техники, Б. Прохода людей. Значит, люди, чтобы туда дойти, месят грязь лаптями. Внутри не стоит никакого обогрева и также для людей не стоят никакие вышки с освещением, да, с банальным хотя бы светодиодом. Для того, чтобы людям было работать удобно, люди ходят с налобными фонарями из гламарта, да. Типа люди здесь либо недавно, либо пытаются максимально экономить. На это указывает тот факт, что они находятся в вагончике, в котором даже нет стульев. Там реально вместо посиделок стоит одна лавка, сбитая из нихера. А, с другой стороны, человек сидит то ли на амстронгах, нет никакой электроэнергии и тому подобное. Это меня наводит на мысль, что люди настолько сильно экономят. Вследствие, ты будешь работать, скорее всего, не с очень хорошим материалом, в не очень хороших условиях. И, скорее всего, что с оплатой, я вангую с практически стопроцентной вероятностью, опыта хватает, что и платить они будут ровным счетом так же. Проведя аналогию по всему происходящему, как в прошлом ролике, я понимаю, что работать здесь я, а, не хочу, б, не стану, потому что бессмысленно, ну и, с, что я не хочу бороться с возможными проблемами, а, скорее всего, вероятными, с оплатой. И я не хочу, чтобы мне потом еще и было стыдно за проделанную работу, потому как из-за массовой экономии, экономить будут и на материале. А если ты будешь делать не из того материала, из которого ты рассчитываешь, то это, скорее всего, со временем будет приходить в негодность и будут тягать либо тебя, либо портить тебе твою репутацию. Я заботюсь о своей репутации и работать, собирая из говной палок, я тоже не хочу. Ровно так же, как и я не хочу работать в помещениях, которые не отапливаются и где не заботятся о нормальной работе трудящихся. Вследствие этого нет смысла и необходимости работать с данными гражданами. Делать там, конечно же, нечего. И, надеюсь, мой анализ вам был удобен и поможет проанализировать в будущем и происходящее в вашей профессиональной деятельности. На этом все. Если вам есть чем дополнить, пишите в комментариях. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Там же оставляйте несколько комментариев, и там вам может продвижение ролика. Если этот ролик кому-то из ваших знакомых может быть полезен, делитесь им при помощи кнопки «Поделиться». Ну и подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Со временем будет больше видео по профессиональной деятельности в плане работы на себя. Успехов, счастья и добра. Пока.